Hunt Showdown Это игра, которая вызвала у меня при первом знакомстве крайне положительные эмоции. Но все равно эта игра осталась для меня загадкой. У меня было очень сильное желание вернуться в нее и сделать по ней видео спустя аж два года. Но мне не хотелось просто сделать очередное видео по Ханту. Я хотел взглянуть на нее с двух точек зрения. По сути новичка, который играл более двух лет назад, который хочет взглянуть как поменялся Хант. Так и игрока, который играет каждый день, является участником партнерской программы Crytek. И который в свою очередь обладает очень высоким опытом в этой игре. Это Aldiar. Некоторые нюансы я буду уточнять у него по ходу видео. Мы постарались оба сделать информативно. Рассказать как изменился Hunt Showdown. Поделиться личными впечатлениями с двух точек зрения. Чем может завлечь Хант. Стоит ли в него играть в этом году. И самое главное, как играется Hunt Showdown сегодня. Если вам интересна история Ханта, как он разрабатывался и так далее, то посмотрите мое прошлое видео. Сегодня же мы будем говорить исключительно про актуальные нововведения в этой игре, которые повлияли на восприятие этой игры сегодня в целом. Hunt это очень специфичный шутер с упором на командную работу. Но для некоторого типа игроков в ней не хватает изюминки. Какой-то фантазии что ли. Специально для вас, дорогие мои, я могу посоветовать проект UWOF World of Warcraft. Перед стартом тебе необходимо выбрать один из двух миров, который ты собираешься покорить. Допустим, Легион с рейтами и Х5 ПВЕ с постепенным открытием сюжета на базе клиента версии 7.3.5, где заскриптованы все подземелья и рейды. Или же X100 ПВП режим, в котором весь игровой контент, поле боя и арены тебе доступны сразу. А также тебя будут вознаграждать за проведенное время в игре. Ну и второй мир это Pandaria X5, который откроется 19 января, где тебя ждет игровой мир с постепенным открытием контента на базе клиента игры версии 5.4.8. Выбирай персонажа из огромного количества фракций, будь то Орда или Альянс, и вперед покорять этот мир, созданный двумя командами разработчиков. Что ускоряет реализацию контента, рейды и подземелья. Дополнения реализованы до уровня работоспособности, которая была на официальных серверах. Проекту уже 14 лет, за это время была проведена огромная работа над реализацией комфортной игры в мире Warcraft, для того, чтобы ты мог оценить это все своими глазами. Присоединяйся к битве против демонов, сражайся за Азерот, а главное, проводи свое время с удовольствием на проекте YouWove. Переходи по ссылке в описании и играй с друзьями, покоряя мир Warcraft. Начнем вот с какого вопроса. Чем может привлечь Хант новых игроков в сравнении с другими шутерами? Ну, во-первых, это абсолютно уникальный шутер. Дикий запад, зомби, и вроде и КБ, и не королевская битва одновременно. Хочешь, стреляйся, хочешь, ищи босса и убегай. Хочешь, издалека подсосись к двум другим пати, подносри и просто беги на эвакуацию. Это базовое, что стоит сказать, касаемо геймплея. Конечно, можно провести какую-то параллель с Escape from Tarkov, но все же это не Tarkov. На самом-то деле, реально уникальный и не такой душный шутер, как, допустим, это же, по идее, экстракшн-шутер относительно. Это как Tarkov, как Tarkov, что тут нету цели, по идее, всех развалить. Ну да, да. А взять босса и там, выполнить свои задания и уйти с карты. Tarkov, допустим, был очень душно в этом плане, там, чтобы в него комфортно играть, это там надо миллион часов провести. А здесь прямо, типа, многие, кто знают, кто не играл в шутеры ни разу, и такие, блин, вот тут комфорт-то. А про внимание разрабов к деталям стоит сказать отдельно. На примере снаряжения. Когда заряжаешь патроны в пушку, то видно, какой патрон ты используешь. Будь то флэшета, монетки, жаканы или любой другой вид боеприпаса. То есть разрабы не просто сделали одну модельку патрона и все, а заморочились и все это прорисовали. Ну, в принципе, это круто, но это встречается и в других шутанах. Как вам вот такая вот деталь? Легендарные ханты, это охотники, и ханты из найма второго и третьего тира держат оружие, соблюдая триггер дисциплин. Что это? Это когда палец находится за областью спускового крючка, в то время как ханты первого тира просто держат палец на спусковом крючке. Тем самым они подчеркивают свою исключительность и опытность, но при этом они убирают палец от спускового крючка или заносят его за спусковой крючок для безопасности, чтобы снизить вероятность неконтролируемого выстрела. И такими деталями эта игра полна. И что изменилось, а правильнее будет сказать и не изменилось в этой игре, это тотально малое количество читерастов. Изи античит в этой игре справляется просто великолепно. Конечно, может из-за того, что в игре не столь большой онлайн в сравнении с каким-нибудь растом, где тоже этот античит используется, но Crytek стараются за своим имиджем следить. Ну и конечно, говоря о том, чем может привлечь хант, стоит особое внимание уделить звуку. Мне так нравится физику взаимодействия с цепями, с вот этим всем. Вот это вообще, все шумит в этой игре, у каждого, у всего свой звук. Это прям очень приятно. Звук в игре это вообще отдельное удовольствие. Тут буквально у всего свой саунд-дизайн. Все звучит по-разному. Причем все звучит по-разному и на разной дистанции. Тут, конечно, мы опять сошлемся на нашу любимую Сиджульку, но не могу не провести параллель. В отличие от радуги, тут звук распространяется напрямую, а не огибает препятствия и не идет по минимально удаленному пути. Если проводить какую-то параллель, то тут звук примерно как в КС. От одного объекта прямой линии до другого объекта. Это удобно. Можно простреливать противника или собирать информацию. И прикол в том, что тут вообще нельзя не издавать звуки. Даже когда идешь медленно на картах, ты все равно издаешь какой-то звук. Небольшой, но издаешь. Но это не значит, что нельзя никого застать врасплох. Тут важно понимать карту, куда ты наступаешь, что у тебя под ногами. Будь то великое множество всяческих ловушек или просто побитое стекло, которое издаст дополнительный шум. Тебе надо постоянно смотреть под ноги, учиться тактически действовать. Допустим, маскировать звуки своего перемещения под чужие выстрелы. И пока они стреляются, ты потихоньку подкрадываешься, словно тень. Это очень важная сторона геймплея этой игры. Тут мы упираемся в вопрос, как изменился Хант за годы своего создания. Если брать прям с самого начала, то очень сильно. Это вообще не та игра, которая была на момент своего релиза. Если сравнивать с последними годами, то на самом деле даже так она изменилась прилично. Разрабы стали активнее вводить новые пушки и модификации для старых стволов. Новые слэш-старые виды патронов на стволы, которые уже были в игре. Ивенты стали проводиться чаще. Вот сейчас, допустим, ивент длился два месяца. По его окончанию, следующий ивент стартует через полтора месяца. Получается, что игроки в ивентах проводят больше времени, чем без них. А самое крутое, что, как правило, ивенты привносят с собой новые временные перки. И измененное состояние карт под эти самые ивенты. Но самое прикольное, что да, в игре появился батл пасс. Но прикольно в этом батл пассе то, что разработчики начали расширять лор игры. Во-первых, тем, что они добавили голоса персонажам. Если раньше люди привязывались к хантам, просто читая их биографию, то теперь проникнуться к ним стало еще проще. Ведь они имеют свои голоса, характеры и, что немаловажно, эмоции. А с каждым новым батл пассом лор персонажа расширяется и позволяет лучше проникнуться историей этой игры. Тут, конечно же, важно добавить ремарку, что это они сделали пока только в роликах и мувиках. Но это уже сильно разукрашивает игру и расширяет ее вор. В целом контентом разрабы не жалуют, но некоторые вещи претерпевают серьезные изменения, которые в комьюнити игры подлежат дискуссии. Чего только претерпела система монетизации. Скины уже есть буквально на все. На что-то очень много, на что-то просто один скин. Но они есть прям вот вообще на все. Даже на подзорную трубу есть 3-4 скина. А труба это предмет, который практически не используется в обычных матчах. Тут же прослеживается странная логика в тех же скинах. На трубу аж 4 скина, в то время как метовое оружие, такое как офицерский наган-карабин, имеет всего один скин на данный момент. Так что по какой именно системе вводятся эти скины, не особо понятно. Конечно, скины это вкусовщина и косметика, и никак на игровой процесс не влияет. Но игру обмазали донатом со всех сторон. Хочешь красивую шкурку, плоти деньги, и она у тебя будет. Но в самой донат-системе произошли кое-какие изменения. Местная донатная валюта называется кровавые облигации. Раньше было так. После каждой катки ты получал КО, кровавые облигации, немного. От 5 до 20 скажем, но ты их получал. За КО ты получал скины и так далее. Теперь их получить бесплатно практически невозможно. Но тут внимательно, очень важный момент. Это полоски ХП персонажа. У любого охотника 150 ХП. ХП отображается в полосках двух типов. Есть большая 50 ХП и маленькая 25 ХП. И от полосок ХП в первую очередь зависит, сколько раз тебя нокнутого могут поднять твои тиммейты. Вот у тебя, допустим, 3 полоски по 50, 50 и 50 ХП. Уронили тебя, одна полоска сгорает. И вот тебя уже подняли с одной сотни ХП. Но можно разбить эти полоски, когда нанимаешь охотника. И сделать, допустим, 50-50 и 2 по 25. Тогда после первого нока тебя поднимут уже со 125 ХП. Так вот, раньше, чтобы эти полоски поменять, необходимо было отдавать кровавые облигации. Плати, чтобы поменять. По сути, это был самый настоящий Pay to Win. Хоть эти облигации, конечно же, и добывались в матчах. То же самое было и с перками. Хочешь поменять перк, плати донатной валютой. Тоже Pay to Win в каком-то роде. Сейчас эту систему убрали. Менять полоски ХП и перки теперь может абсолютно любой игрок. И за это в игре больше не надо платить. Однако, убрали кровавые облигации, которые ты зарабатываешь после каждой катки. Короче, скины стало зарабатывать сложнее, а кастомизировать персонажа стало, возможно, без донатной валюты. В каком-то роде я считаю это неплохим решением. Нужна донатная валюта? Донать. Не так уж и нужна? Ну не донать. Никто не заставляет. Хотя тут, сколько людей, столько и мнений, конечно же. Касаемо контента, вот что стоит еще подметить. Его стало значительно больше после того, как пост главного директора занял новый человек под именем Дэвид Файфилд. Как только он пришел, он сразу начал наводить свои порядки. Если раньше новый контент хоть и добавлялся, но в медленном темпе и с настроением типа, что делаем в первую очередь для себя, чего торопиться-то, то сейчас, по ощущениям, игра устремилась вперед, будто хочет нагнать все упущенное и перегнать все существующее. Чего стоит новость о том, что наконец-то в игре появится новый биом. Новый роумящий босс, который будет ходить по карте. Это пока что на уровне слухов. Но самое главное, в Ханте обновят движок CryEngine до новых версий. В этом году или начале следующего. Пока точно никто не знает. Они сами говорили, что версия нынешнего движка игры уже на 3-4 версии отстала от последней. А сами понимаете, на новом движке игра должна будет преобразиться довольно сильно. Надеемся, что это не повлияет на оптимизацию, потому что в Ханте одна из лучших оптимизаций, что я встречал. Конечно, мне грех жаловаться со своей 4080, но плавность картинки какая-то просто невероятная в этой игре. Что в 21-м я отмечал, это еще тогда на Full HD Монике с видеокартой 2080, что сейчас на 2К-мониторе с видеокартой 4080. Главное, Crytek, молю вас, не испортите оптимизацию. Конечно, есть редкие кейсы, где люди жалуются на оптимизон, но в целом системные требования не обманывают. Кстати, стоит добавить к подпункту про контент, что в игре появилось приличное множество вооружения с момента выхода ролика. Так можно отметить Винфилд Столетие, это обрез в исполнении как без глушителя, так и с ним. Спрингфилд Крак, это крупнокалиберная дура такая. Есть еще в исполнении снайперки со штыком. Винтовку Бертье также добавили как со штыком, так и с прицелом двойной кратности. Очень понравился Мартин и Генри с обоймой. Крутямбовая штука, как и Ромео с обоймой. Ну и два Ревика подвезли. Это револьвер Скотфилд и Ревик Колдвилл Армейский. В целом оружия и так хватало, но сейчас его прям стало прилично больше. И на этом явно Crytek не собирается останавливаться. И блин, в пункте про контент просто не могу не отметить этого летающего жучка, который исполняет роль дрона. Ой, слушай, а можно я дрон кручу? Зайди в здание тогда куда-нибудь, ну засейвься. И вперед. Так. Блин, как это прикольно. Пробел взлетает выше, там, по-моему, контрол ниже. Некоторые вещи остались такими же. Боеприпасы, как пример, тот же Кровотек, поджигающий, отравленный, высокоскоростные и так далее. Единственное, с последним патчем бафнули Кровотек на средний калибр. Это новое оружие трехстволка и Спрингфилд. Теперь Кровотек на этом калибре сразу вызывает сильное кровотечение после попадания. А не легкое, как было раньше. Что очень нехило бафнуло этот тип боеприпаса. Огненные пульки сразу поджигают жертву в радиусе непадения урона. Для мелкого калибра 11 метров, средний 21 и крупный аж 41. В остальном же и целом боеприпасы особо не трогали. Стоит также отметить вот что. Хант, особенно если вы упоролись в соревновательную составляющую и стараетесь играть на все звездочки вашего рейтинга, конечно, обладает списком настроек графики, которые применимы именно к более потной игре. Я игрок не потный, поэтому спросил Аудияра о настройках, которые обязательно надо подвести под этот критерий. Я перечислять все не буду. Конечно, от системы к системе они слегка будут меняться. Но в общем, то, что вы видите сейчас на экране, позволит вам чуть лучше видеть вражеских охотников на фоне игроков на стандартных системах. Так что учтите это, если пойдете играть в Хант впервые. Как играется Ханшелдаун? Безусловно, видно, как Крайтекс стараются допиливать свое детище. Взять того же нового босса под именем Мерзопасть. В русской вокализации он звучит именно так. Это крокодил, который спавнится при определенном стечении обстоятельств на болотах. Его поиск, кстати, также отличается от поиска обычных боссов. Сам босс является по сложности чем-то средним между мясником и хламоклювом. Но его выделяет другая особенность. Это то, что он обитает в воде, в отличие от всех других, которые находятся на суше. А также его поиск осуществляется иначе. Ты находишь подсказку, активируешь, и она дымком показывает направление, куда тебе надо идти. Вот, кстати, допустим, новые подсказки босса появились. Вот этого нового крокодила. Ты находишь, изучаешь, и куда ветерок дует, примерно в той стороне он и будет. Ой, прикольно, как они реализовали это. Ага. И он находится в воде. Пока ты смотришь в воду, вот, можно туда пойти, кстати. Пойдем. Важно, что подсказки эти находятся близ берегов, то бишь, у воды. И вон он, на той стороне, в этих кустах лежит. А, ты его видишь, да, уже? Есть, через темное зрение нажми. Ага, вижу, все. Ага. Вот, теперь он заполз в воду. А по воде лучше ходить, не ходить как? А его надо вот так в воде стоять и байтить. Ну, и, соответственно, дамажешь. А, он такой, как бы, получается, типа промежуточный босс, да, условно говоря? Да, 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 да. Важная составляющая нового босса заключается в том, что он выпадает только при определенных условиях. Погода должна быть либо ночной, либо дождливой, ну или туманной с закатом. И обязательно на карте должен быть только один основной босс. Убийца, мясник, хламоклюв или паук, который отображается в левой верхней части экрана. Только при этих условиях может появиться мерзопасть. Стоит отметить, что это лишь первый такой босс, который обитает вне компаунда. Так называют место пребывания босса. Как говорят разработчики, и впоследствии они будут делать на таких боссов упор. И стараться всячески их разнообразить. Тут уже, конечно, мои мысли, но я надеюсь, что будет какой-то летающий босс. Было бы круто, чтобы, допустим, тебе надо было отнять ему треть хп, а он взял, перелетел на другую локацию, и теперь за ним надо бежать. Ну и получается, тихо такого босса не заберешь. На шум выстрелов обязательно сбегутся другие охотники, и начнется шутан. Но это уже из разряда Deep Dark Fantasies. Из новых противников же можно выделить появившегося летом вооруженного зомби по ломанным пистолетам. В чем суть? Это такой же зомбак, но отличается он лишь тем, что у него в руке можно увидеть сломанный наган, который при ударе о вашу черепушку создает характерный звук выстрела. В игре также появились дейлики и еженедельные задания, позволяющие получить награды, внутриигровую валюту Ханта, доллары, и даже в редких случаях из них можно вытащить кровавые облигации. Но монетизация, конечно, приняла чуть более грязное личико по отношению к игроку. Стоит вот что отметить, пока не упустил, так это появление дождя. В какой-то момент его убрали из игры, но потом с июньским патчем 23-го года его добавили обратно и оптимизировали, оставив в игре насовсем. Были баги на видеокартах AMD, но за три недели их устранили, как сообщают разработчики. Из недостатков Ханта можно отметить то, что в этой игре до сих пор не хватает режимов. Стрельбище это, конечно, хорошо, но там есть возможность играть только с минимальным количеством своих друзей. Игре чертовски не хватает командного боя. В ней очень интересная стрельба, но практиковаться крайне сложно, ибо бывает тресаешься, а рядом никого нету. И пока найдешь противника, проходит иногда и 5, и 10 минут к ряду. Почему бы не добавить в игру командный бой, который решил бы эту проблему раз и навсегда? Ведь что мешает сделать отдельный режим? В сеттинг вестерна он бы вполне вписался. Ну или уж на крайний случай можно посмотреть на опыт, боже упасти, Таркова и сделать ботов с искусственным интеллектом, которые бы просто заполняли пустоту на карте. Но все же это крайний случай. Игроков как не хватало, так и не хватает, на мой взгляд. И это основная проблема Ханта, не считая сложности. Если говорить более абстрактно, поиграв в Хант какое-то время, ты привыкаешь к ней, и она уже не кажется столь хардкорной, как в первые 10 часов геймплея. В какой-то момент ты понимаешь, как и где нужно прислушаться, почему стоит расставить две растяжки к ряду, а не одну, потому что если противник наступит на две, то он сразу отъедет, где стоит пошуметь, а где лучше этого не делать. И из всех этих нюансов вырисовывается геймплей, который отличается от всех современных шутеров. Хант это безусловно уникальная игра для жанра FPS, которая продолжает развиваться с большим усердием, чем раньше. Crytek явно ставят на эту игру, а ее онлайн говорит сам за себя. Да, сейчас на издыхании сезона можно увидеть цифры в районе 18к пикового онлайна. Пиковый за все время пробил лишь 44, это было в июне. Понимаете, по меркам каких-нибудь больших игр, безусловно, это низкие цифры, но как ни крути, Хант в первую очередь это все же локальная, закрытая комьюнити, которая при всем при том принимает новых игроков, но ставит им жесткие испытания, которые немногие могут пройти. Врать не буду, в стиме есть такая номинация, игра, которая вам очень нравится, но все-таки не дается. Вот для меня, наверное, это Хант Шоу Даун. Я захожу в нее периодически, поигрываю и не могу в ней долго задержаться, потому что у каждого оружия свой паттерн, а когда добавляют что-то новое, тебе приходится под это меняться. Поиграв в эту игру с разным типом людей, я выделил для себя несколько типажей игроков. Есть, условно, мой друг Кирилл, он просто блюет от этой игры, уповая на то, что она чертовски тягомотная и скучная, и его просто не устраивает темп игры, и все тут. Человеку ты не докажешь обратного. А есть мой хороший знакомый Алдеяр, который ведет по этой игре канал, он, как и я, выходец, кстати, из Радуги 6, тоже уникального проекта, который по итогу стал загибаться из-за идиотской политики компании Юбисов. Долго про это говорить не буду, если есть желание, гляньте ролик. Так вот, он описывает Хант совершенно иначе. Это вариативный, интересный, отличающийся от всех игровой проект, где тебе надо с педантичностью подходить к выбору перков, оружия, снаряжения, которые каждое нужно менять именно под свой стиль игры. И, конечно, в итоге Алдеяр сказал такую фразу, после того, как мы с ним поиграли, и у меня ничего не получалось. Действительно, в Ханте нужно научить получать удовольствие от этого неспешного темпа игры, который в какой-то момент может оборваться жестким экшеном в командной перестрелке. Хант изменился за более чем два года, он развивается, но, безусловно, основная суть Ханта осталась такой же. Это уникальная игра. Так считает и Алдеяр, которому я задал вопрос, что может предложить Хант новому игроку. Хант Шоу Дан может предложить, во-первых, удивительный экспириенс, когда, конечно, тут есть разделение по рангам, по ММРу, но все же, допустим, третий ММР всегда может перестрелять шестого, шестизвездочника и так далее. Тут нету плохого оружия, либо хорошего оружия, как в некоторых играх, которые надо качать и так далее и прочее. Любая оружка перестрелит любую. И в целом баланс оружия сделан очень даже хорошо. И опять-таки, от того, что ты берешь себе в охоту, дальше собираешься идти, от этого будет строиться дальнейшая твоя игра. Поэтому тут вариации, как защищаться, как атаковать, просто миллион, миллион, миллион. Что еще самое главное, чувствуешь каждый выстрел. То есть, так как тут стрельба очень медленная, то есть, бам, стрельнул, ушел на зарядку, либо взводишь курок и так далее, то тут прям каждый выстрел чувствуешь, и когда попадаешь по голове, и там дополнительный звук взрыва головы, скажем, это просто, ну, какое-то отдельное наслаждение. И практически, можно сказать, тут все на равных. Попал. Хорош. Поэтому нереальный кайф и действительно уникальный проект. В связи с этим я спросил Алдеяра вот что. Так как он участник партнерской программы Крайта, как они поддерживают коннект с контент-криэйторами? И вот что он написал. Цитирую. Коннект поддерживается постоянно. Каждый день есть о чем поговорить с разрабами. Есть дискорд-сервер с огромным количеством разделов. Баги, репорты багов, репорты игроков, предложения по оружию, предложения по хантам, объявления и куча других комнат, в которых ты можешь напрямую взаимодействовать с разработчиками. Причем на сервере никогда не бывает тишины. Как кто-то что-то спрашивает, то тут же разрабы отвечают. Ну, минут пять, наверное, надо подождать. И вам прилетит ответка. Знаете, мне кажется, так поддерживать связь со своими контент-мейкерами. Да и комьюнити может только разработчик. Да, небольшой может. Но тот, который явно стремится к улучшению своего проекта. И это говорит о Ханте многое. Это интересная игра, которая все так же осталась не для всех. Но если попадет в вас, то наверняка затянет. Всем мирного неба над головой. Если заинтересовала игра, очень советую заглянуть к Алдеяру, где он подробно разбирает ее по полочкам. Ну и услышимся совсем скоро.